а я вам сейчас покажу даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович сегодня в программе дмитрий песков заявил что путин знает куда ведет россию означает ли это что все намного хуже чем мы думали россияне начали обращаться гадалкам с просьбой предсказать даты смерти путина и окончания войны признают ли гадалок иноагентами или все-таки дадут им возможность сделать свое дело и наконец ирония судьбы или случайность виной гибели российского солдата шашлык она стал мангал установлены на танки что думают по этому поводу гадалки а теперь поговорим об этих и других новостях подробнее если это видео вам понравится то поддержите его колокольчик лайк репост подписка на канал а еще вы можете поддержать нас финансово это действительно очень важно потому что это позволит нам увеличить количество выпусков наших проектов для этого под видео есть кнопочка спасибо спасибо вам за это ну что ж давайте начинать мультфильм симпсоны предсказал победу камалы харрис на выборах президента сша оказалось что в одном из эпизодов двухтысячного года лиза симпсон становится президентом соединенных штатов и пользователи сети обратили внимание на то что лиза одета также как камала харрис на инаугурации вице-президента 2020 году такой же фиолетовый пиджак и большие белые бусы ну что ж посмотрим не ошибется ли в этот раз легендарный мультфильм уверен что и российские власти смотрят на происходящее сейчас в сша и очень искренне удивляются всему что они видят но как так думает руководство рф байден снял свою кандидатуру ну ну и что что в возрасте но у тебя же власть зачем ее кому-то отдавать путин бы так поступать не стал он собирается оставаться до конца даже если за ним придется носить не еще один чемоданчик а скажем капельницу или катетер с мочесборником вот так он идет на очередную инаугурацию а за ним прям такой шлейф из трубочек а простым людям скажут это не трубочки от капельницы а это у путина такая связь с местами силы россии и он по трубочкам получает традиционные российские ценности одна трубочка тянется на вал да еще одна напрямую связана с патриархом кириллом ну еще одна ведет к медведеву ну чтобы тот во первых не потерялся а во вторых это не трубочка так пуповина потому что самостоятельно дмитрий анатольевич еще существовать не научился уверен что в кремле даже фантазировали а вот как бы они поступили если бы были на месте байдена я думаю они говорили примерно следующее душу мы бы ух байден должен уйти хрен вам провозглашаем лозунги америка это байден нет байдена нет америки всем несогласным по 7 лет всем кто еще не определился по 5 всем согласным но молчащим по 3 идем дальше в ноябре президентские выборы прекрасно кандидатов от республиканской партии не регистрируем причина они иноагенты 300 лет назад их предки получали деньги из европы продолжаем во всех штатах пилим деревья лес стихаря придаем мексике пеньки оставляем потому что они нужны на них теперь будут голосовать простые американцы все республиканские сми признаем иноагентами телеканал fox news закрываем а cnn переименовываем в а.т. вот америка today и открываем филиалы по всему миру чтобы все думали что у нас стране все хорошо так дальше переписываем конституцию потому что она слишком старая с 1787 года уже не отвечает вызовом времени джордж клуни роберт дониро и барбара стрейсон становится доверенными лицами байдена и записывают ролики с призывом поддержать поправки конституцию простые американцы голосуют за поправки на референдуме опа снова пеньки пригодились и все байден может оставаться у власти вечно идем дальше бизнес активы всех бизнесменов кто поддержал республиканцев национализируем причина ошибки допущенные во времена золотой лихорадки илона маска как сторонника республиканцев сажаем на 10 лет национализированные активы передаем клинтону и обами потому что они свои люди они это демократы далее запускаем еще один тезис канаду придумал джордж вашингтон байдену показывают карту на которой нет канады потому что это исконно американская земля и сейчас в канадском франкоговорящем квебеке ущемляются права англоговорящих все объявляем войну канаде вводим войска в пбк перед этим разносим весь квбк чертям те кто против войны снова сажаем а нет лучше берем и рубим головы ой царить как здорово снова пригодились пеньки мы с вами сейчас нафантазировали на неплохой такой фантастический триллер столь лишь разница что если для америки он действительно фантастический то для россии как говорится основан на реальных событиях да америка страна у которой достаточно проблем но она живет по законам америка страна где люди занимающие высокие должности несут ответственность за свои поступки после того как секретная служба сша не смогла предотвратить покушение на дональда трампа директор секретной службы кимберли читал подала в отставку вот после терактов российском крокус сити холли где погибло более 140 человек ни один руководитель ни одной российской спецслужбы в отставку не понял и даже не был уволен с должности наверное потому что сейчас не время снимать руководителей спецслужб россии потому что у них забота не в проворот правильно вот пожалуйста в москве был взорван автомобиль заместителя начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи взрыв произошел в toyota land cruiser принадлежащим андрею торгашову заместителем начальника 89 центра спутниковой связи в с рф правда позже выяснилось что это был какой-то другой торгашов но он тоже работает в министерстве обороны рф потом выяснилось что исполнитель подрыва автомобиля скрылся в турции естественно конечно он действовал по заданию украинских спецслужб ну как без этого потом его задержали слушайте вот все это вот непонятно происходит на фоне того что две недели назад два приближенных зама шойгу умерли в один день вот тот скажет конечно совпадение не думаю а я скажу расслабьтесь все нормально именно так проходит обычный российский аудит министерстве обороны россии не тут ничего необычного рутина и пока ордена и медали некоторых российских военных перевешивают скетелей на красные подушечки главный куратор смертей в россии решил похвастаться ситуации в российской экономики до нас доход бюджета возрастает дефицит минимальный не нефтегазовые доходы хорошо себя показывает и нефтегазовые сейчас подрастает но лишних денег нет поэтому я очень рассчитываю на то что самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной но уж тем более не пропустите ничего чтобы называется криминал а то есть все хорошо дефицит бюджета минимальный вот нефтегазовой сфере тоже все вот в порядке нужно только финансовая дисциплина возможно конечно это видео случайно попала в эфир вот и на нем вот путин рассказывал не о бюджете россии о своем личном бюджете но надо признать российский бюджет пополняется иногда из-за неожиданных источников и неожиданным образом вот пожалуйста россия больше не участвует в проекте дальнемагистрального самолета китай представил его теперь как свой изначально это был совместный проект российских и китайских авиастроительных компаний работающих над широкофюзеляжным авиалайнером c929 теперь продолжается проект без участия россии китай работает над ним в одиночку ну возможно китайцы просто вспомнили совместный мост который строили в 2014 году вместе с россией через реку амур тогда китай построил 17 пролетов переправа россия не смогла осилить даже трех и вот китай посмотрел на этот мост и решил не самолет мы наверно сами а это значит что у россии деньги освободятся еще один источник экономии для путина якутия о прям стихи получились строчка из песни источник экономии для путина якутия с начала пожароопасного периода площадь пожаров якутии превысила 2 миллиона гектаров вот так сейчас выглядит этот регион россии кстати якутия в 5 раз больше украины до конца неизведанный край с огромным количеством полезных ископаемых уголь нефти газ уран сурма а еще золото и алмазы но путину это почему то не интересно вот ему нужна территория украины а в якутии как говорится горы и ногаром а сколько спишут вырубленного и проданного леса в китай после этих пожаров у одному только богу известно просто запишут вырубленный лес в горевшие и все слушайте а может это они сами и подпаливают а вообще странно конечно жители якутии до сих пор не записали обращение путину нет возможно они конечно пробовали но потом посмотрели то что записали оказалось что отправлять нет смысла потому что из-за дыма их не видно вот но жители ставрополя которые остались без воды решили пройти через эту унизительную процедуру уважаемый владимир владимирович обращаются к вам жители поселка хлебный апонасенковского района ставропольского края у нас в кранах нет воды две недели и это проблема не только наша в основном обесточено все апонасенковье в кранах нет воды вода не течет обращались в водоканал нам ответ все устарело нет финансирования мы просим помощи о финансировании на ремонт водоснабжения удивлен что еще никто из российских чиновников не пошутил про то кто виноват в том что у них в кране нет воды а по факту нет воды не только в этом поселке обращение к путину растут как грибы после дождя у них там даже и дождя нет ну в общем смотрим уважаемый владимир владимирович путин александр иванович бастрыкин мы жители поселка водного апонасенковского района обращаемся к вам за помощью это уже крик о помощи у нас нет воды больше недели даже две недели ее нет совсем не пить не животным привозят наша администрация 50 литров этих 50 литров нам хватает на что ее должно хватить мы должны положено позавтракать пообедать не берем в счет стирку вещи купаться надо жить надо помогите нам пожалуйста в двух словах в этих поселках дохнет скотина птицы и возможно скорые люди вот уже две недели местные власти развели руками говорят нет у нас денег нет финансирования но говорят есть надежда вода обязательно будет но правда в 2025 году какие молодцы это понимаю что местных жителей сразу появилось несколько вариантов ну либо впасть в спячку до 2025 года либо научиться пить собственный пот и слезы бессмысленно в 100 раз говорить о том что денег которые путин ежедневно тратит на войну в украине хватило бы не только на решение вопросов с водой в этих и вообще всех поселках там можно было бы построить уже по паре аквапарков а еще я жду когда руководство россии во всем обвинит самих этих местных жителей за это что вот вы же сами то виноваты вот весной во время паводков ваша была уникальная возможность набрать воды запасом и для себя и для домашней скотины и для тушения пожаров в якутии что же вы не воспользовались такой возможностью и хватит писать обращение путину вы что не знаете что в россии с каждым днем жить все лучше и лучше по мнению росстата в россии не осталось семей которым не хватает денег на еду на первый взгляд после прочтения этой новости кажется что все эти семьи тупо умерли но росстат подает это как позитивную новость поэтому важно будет на этот показатель понаблюдать в динамике как правило именно из таких семей чаще всего забирали на так называемую с во а это значит что нужно немного подождать и вот когда закончится выплаты за смерть мужа сына или отца и вот тогда можно будет снова вернуться к этой статистике а если бедных в россии не осталось то значит можно что правильно веселиться только это должно быть правильное веселье идеолог русского мира александр дугин предложил россиянам запретить все развлечения кроме хороводов цитата надо разрешать только нравственно здоровые развлечения прежде всего хороводы и путешествия по родному краю а еще лучше паломничество по святым местам все остальное надо запретить конец цитата прекрасная инициатива мы помним что такое современный российский хоровод правда этому видео уже пару лет на нем хоровод танцуют российские военные вот дополнительно неизвестно удалось ли им еще раз собраться вместе и повторить этот танец скорее всего нет потому что из тех кто вернулся из украины на сегодняшний день вряд ли удастся собрать хоровод скорее всего это будет уже просто парный танец да и тут вряд ли получится потому что те кто вернулся наверняка у них не хватает важных составляющих для танца тех составляющих что позволяют держаться друг за друга и и двигаться но вообще мне кажется александр дугин несправедливо забыл и другие развлечения в современной россии но почему только хоровод но вот как же вот метание вот корой их лепешек а я конечно не силен в этом соревновании мне всегда было интересно и бросают на расстоянии или друг в друга вот еще одно российское развлечение сбор валежника его обожают как правило самые бедные слои населения российской федерации и государство самыми большими запасами газа даже разрешила им заниматься этим бесплатно вот а еще одна еще одна российская забава в россию приедут представители более десяти странный чемпионат по огуречному хрусту я про такое честно говоря впервые слышу вот мне интересно в чем смысл этого соревнования и где вообще должен находиться огурец во время хруста и самое главное кто все это оценивает и наконец зачем возможно у вас есть ответ на эти вопросы напишите об этом в комментариях популярна в россии еще одно развлечение но называется халявная еда особенно когда ее раздают с лопаты вот про халявную еду правда про шашлык мы говорили в прошлом выпуске если не видели обязательно посмотрите ну и наконец еще одно популярное развлечение в российской федерации это конечно доносы госдуме предложили платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов с такой инициативой выступил депутат сергей кардинов по его словам это поможет выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети которые опасны для общества правда сергей кардинов забыл добавить что каждый год россия раздает сотни тысяч своих паспортов это значит что стучать граждане россии будут скорее всего на таких же граждан россии ну когда и кого это волновало вообще отношение к мигрантам россии там вообще что-то отдельное судите сами в калужской области два представителя великой страны нашли тело утонувшего мигранта из узбекистана потом они фоткались с этим телом и даже записали видео а потом зачем-то выложили в интернет ну и конечно александр дугин почему-то забыл упомянуть о российских конкурсах колясок они продолжаются до сих пор на конкурсе колясок маленький патриот в карпинске победила семья зыряновых которая представила коляску виде танка т-90 м прорыв украшенную символикой z и в семья сделала макет танка для своего годовалого сына судя по всему отец не уверен что ребенок от него вот за свою работу они получили в награду игрушки и сертификат на 50 тысяч рублей в магазин бытовой техники вот интересно а зачем он этот сертификат они же могли на этом макете танка проекция по домам местных жителей по забирать всю бытовую технику и на макете танк отвезти домой это же уже стала традицией в россии развлечения для детей в рф это вообще отдельная тема но пожалуйста детские свадьбы решили проводить в челябинской области чтобы дети могли потренироваться перед настоящим бракосочетанием на сайте для мам и дочек сообщается что цитата главное надевание свадебного платья обмен кольцами с поцелуями и застолье под крики горько новоиспеченные муж и жена после такой свадьбы смогут продолжить дружить без юридических обязательств конец цитаты прекрасно традиционные ценности доведенные до совершенства новость правда умалчивает о том тренировались ли дети еще и выпивание большого количества спиртного после крика горько была ли тренировка первой брачной ночи и драки ну то что какая же свадьба без этого правильно но и это еще не все амбудсмен татарстана ирина волынец обратилась в госдуму с предложением запретить пропаганду одиночества и разводов если откровенно я уже совсем вот не понимаю вот как может выглядеть пропаганда разводов и одиночества но это правда какой-то сюр вот можно ли считать селфи выложенные в соцсетях пропаганда одиночества ты же на фото один правильно может это она и есть пропаганда одиночества или идешь один по улице это тоже она а пост фейсбуке типа я не знаю мы с супругой решили разойтись но остаться хорошими друзьями что пропаганда развода лучше будет если женщина будет выкладывать фото синяками и писать ну например сегодня мой андрюшка меня снова избил но я люблю его и мы все равно будем вместе о разводе я даже не думаю и это не связано с тем что он бьет меня по голове вообще ирина волынец почему-то умолчала о том кто реально главный пропагандист разводов и одиночества в россии потому что про него в россии либо ничего либо хорошо интересно обычно так живых не говорят но это у них а нам как известно свои рубиты поэтому выше нос и продолжаем помогать украине а еще поддержите это видео лайком комментарием и подпиской на канал и воспользуйтесь кнопочкой спасибо на сегодня это все слава украине живи беларусь до встречи субтитры делал DimaTorzok